Первый овощ, который появляется на южноуральских дачах, это редис. Мы употребляем его в чистом виде, добавляем в окрошку и салаты, а из ботвы варим суп. Редис только на первый взгляд кажется простым продуктом, на самом деле он обладает внушительным перечнем полезных свойств. Укрепляет иммунитет, регулирует обмен веществ, защищает от атеросклероза. А еще редис снимает отеки и облегчает кашель. Сегодня учимся готовить паштет с редисом, который можно использовать в качестве легкого перекуса. Итак, для приготовления паштета нам понадобится 100 граммов редиса, 50 граммов плавленого сыра, 2 вареных яйца, 2-3 веточки укропа, 1-2 зубчика чеснока, пара столовых ложек сметаны или майонеза и немного соли. Начинаем с того, что натираем на мелкой терке редис, яйца и сыр. Укроп отделяем от стеблей и мелко рубим. Затем соединяем все ингредиенты, солим и заправляем сметаной или майонезом. Далее добавляем к блюду чеснок, пропущенный через чеснокодавку, и все хорошо перемешиваем. И пока наш паштет пропитывается, расскажем несколько фактов о редиске садовой. В пищевой культуре редис появился 5000 лет назад в Китае. Из семян готовили растительное масло, а из корнеплодов сок, который применяли в медицине. Затем овощ завезли в Европу. Кстати, в некоторых странах редис называют французской редькой. В России с этим корнеплодом познакомились при Петре Первом. Он считал, что этот яркий овощ дает энергию и помогает бороться с плохим настроением. Редиска растет во всех регионах России и считается самым неприходливым овощем. Ее даже выращивали на Международной космической станции. Овощ содержит горчичные масла, и многим людям из-за этого не нравится его вкус. Но если кожуру срезать, то горчинка исчезнет. Возвращаемся к приготовлению паштета. Он уже настоялся и готов к употреблению. Такую закуску хорошо подавать на белом или черном хлебе, а также добавлять к шашлыку или вареному картофелю. Холодная закуска из молодого свежего редиса в сочетании с яйцами и сыром, да еще и приправленная рубленой зеленью. Прекрасный витаминный коктейль.